Время трудное. После училища молодые кузнецы, ну, сначала как, надо было отрабатывать по два года на комбинате. А потом уже, кто куда, места свои находили. Вот устроился я в одну организацию, это было так, у мэр, такой раньше участок был. Была кузница, дед ушел на пенсию, прихожу, кузница, как говорится, на месте, с инструментом, а наковальня стоит на улице. Почему? Когда разговорились, а вот такой дед, говорит, он принес ее наковальню туда и сам поставил. И когда ушел на пенсию, он ее вынес и опять на улице оставил. Кузнец, говорит, придет, занесет. Она около 100 килограмм где-то была, 97. И ваши действия? Ну, люди стоят, смотрят, что там за кузнец. Ну, молодые, здоровые взял ее, принес обратно, установил на место и начал на ней работать. Мне почему-то казалось, что эта профессия умирает. Вместе с байками про левшу и царя, который лично проверял прочность подков на его лошадях, ограды из сэндвича, декоративные, ну, в крайнем случае, литые решетки, чем незамена кованым изделиям. Тем более, что для вора лучшего капкана, чем сигнализация, пока не придумана. Андец, помните из песни, а Илья кует, аж душа поет, дни и ночи напролет. К нам обращались, например, с Санкт-Петербурга по реставрации вот кованых изделий. Ездили, есть, ну, заключили договор, но негде выполнить. Нет площадей там, специалистов нет. Это, если эту работу взять, это хватит на всю жизнь. Можно делать и делать, и делать, и делать. Как называется объект? Внимание, это. Так, это Невский проспект. Ну, это в основном там первые пробные, это инвестиционные работы. Парапеты на домах, это флэштоки, это ворота. Ну, а дальше есть предложение, ну, там уже серьезная работа, надо много ее изучать, работать. Это там даже технологии свои надо какие-то разрабатывать новые. Потому что то, что было сделано мастерами теми, оно уже давно забыто. И сейчас установить это, наверное, это спас на крови. Это то, что предстоит сделать в ближайшие месяцы, а возможно и годы. Знаменательно, петербуржцы вновь за помощью обращаются на Урал. Виктор Васильевич Соловьев не является прямым потомком Дивидовых. Его родовым корням, как всем, кто родился после Великого и Страшного Октября, присуща, ну, скажем так, многовариантность. Родня раскидана по России от Магадана до западных границ. Но он мастер с Урала, и этим все сказано. Виктор Васильевич, почему наковальня? Ведь нормально-то языку удобнее, говорит, наковальня. Ну, наковальня это, наковальня это вроде бы, так принято среди кольцов. Вот наковальня, наковальня, так у нас и повелось. Жаргонная словечка? Да, жаргонная словечка, в обращении, можно так, среди кузнецов. Это как клещи, там, рукавицы, никто никогда не скажет, варежки, например, или щипцы, это вот есть такой разговор. Кузнецов это... Ну, я слышал, вы вошли в книжку, то есть кузнец Соловьев вошел в книжку «Кузнечное дело России», академик Зимин выпускал, правда это? Да, ну там я как, вот по таким некоторым вопросам просто консультировались, я подсказывал, помогал. Это был как-то, несколько раз я участвовал на фестивале кузнецов, это собирались в Москве, ну и близко мы с ним познакомились, он заинтересовался и иногда советовался, вот как это правильно, как это лучше. То есть главное технология, да? Да, ну такое, у него много было там, например, была такая фотография, кузнец сидит на наковальне. Я говорю, этого не может быть, потому что, по-моему, кузнец, говорю, уважающий себя, который зарабатывает хлеб на ней, он туда не сядет, этим местом. Ковка металла – дело ныне прибыльнее, пожалуй, чем ювелирное. К Соловьеву просятся многие. Горны и мраздутые стоят на заводах калибровочном и механомонтажных заготовок. А он намерен свою кузню строить, каких еще нет в России, да и на Западе по пальцам сосчитать. Вот почему идет к нему на работу не просто отборный люд, а те, кому это от Бога дано. Ну для тебя вот это кузнецовое дело, оно все-таки, чего больше в нем? Такой вот физической работы или художественного смысла? Ну поначалу для меня это было, да, только руки, а сейчас потихоньку, помаленьку, это приходится и голову вкладывать туда, это обязательно, без этого нельзя. Это кажется, что так просто все легко, это раз, делал это по рисунку, это надо, да, это надо все вкладывать в голову обязательно. Ты раньше знал, что кузнец имел право перед царем шапку не снимать? Нет, вот этого я не знал, нет. Было такое, да, право кузнец? Петр Первый разрешил? Петр Первый разрешил. Я уже три стажа заработал. Горячий это так? Да, конечно, горячий. Этот фигурный крест кованый, а отсюда, снизу, он кажется легким, воздушным, как будто дерево серебрянкой крашено. Для этой церкви работали почти бесплатно. Даже на изгородь у прихода всех денег не оказалось. Так и осталась она недооформленной. А может, это и к лучшему. Легкий, почти прозрачный узор не заслоняет облик храма Господнего. А вообще, эта кажущаяся легкость кованой конструкции у Соловьева главный козырь. Иной раз путают с изделиями горе-мастеров, кто по дешевке литье ставит в окна, которое от пинка рассыпается. Вообще, у меня старший, 17 лет кузнецом. Ну, там тогда как, молодые, без жилья. Тут пришел другой человек один, значит, это с другого завода. Говорит, мне нужен кузнец, пойдем к нам, получишь квартиру. Прихожу я к нему, работаю, дают мне печной барак с печным отоплением, вода на улице. Ну, а потом бараки под словом, так получил жилье. Слушай, ну, вот работал, работал кузнецом, все хорошо. А когда почувствовал себя художником? Ну, это уже, оно все время, оно и было. Кузнец, ну, как, вот работаешь, есть, бывало такое, среди кузнецов есть. А, пойдет не себе, например, что-то. И когда сделаешь, подходит настоящий мастер, что-то заказывает, смотрит. Ну, и уже по выражению лица видно, скажет, да, ты тут наделал. Такое неприятно переживать. Это есть такой Коля Гончар, в Жосе живет. Ну, он такой поэт вообще-то, про него как-то было там. Ну, мужик такой он, своеобразный. Попросил топор, сделал ему топор, сделал как себе. Ну, там, своя сталь, калка. Ну, он такой человек, что, вот, и всем начал хвалиться. Вот у меня топор, у меня топор, там к нему друзья приезжают, рыбаки живет, в Жосе на море. И взял, значит, что лом зачешу вот этим топором. Это вот он. За бутылку там, или как они выпили. Ну, конечно, это я там не присутствовал. Нет, лом заточал, топор у него отличный. Сейчас ларьки, люди деньги зарабатывают, к примеру. Новые русские? Да, новые русские. Ну, молодые ребята, здоровые, крепкие, там есть такие, что... В кузнице, если, например, работать, если бы он умел, он бы это заработал в два раза больше. Ну, это вот спортзалы, это кузница, это физически сильные люди. Он из ларька-то не уйдет, там же не горишь, ничего. Да, ну вот, вот для этого я пропагандирую, что если у кого-то есть... Это же вообще работа кузнеца. Это, ну, раньше когда-то, и к дьяволам прилет, там, это огонь, все такое, что-то мифическое. Потому что, если берешь металл, он, ну, корявый там, что-то. Это сродни художника. Если ты с пластилина не сможешь что-то слепить, то с металла это даже не думать не моги, как говорят. В швейцарске эти вот решетки, они что сейчас? На них спрос пошел? Да. Большой, по-моему. Да, большой. Богатенькие засуетились, да? Ну, конечно, надо, чтобы, если, например, ну, там есть технология. Вот эта ковка на чем заключается? Это уплотнение металла, там, изменение структуры зерна. При нагреве образуется окалина, которая вковывается. Надо ее не сбивать, например, вот в швейцарске, а заворачиваться типа слоеного пирога. И даже при ножовке она попадает на окалину, на это место, когда она напичкана, этот металл, то зубья летят, там начинают шикать, шикать, как по стеклу. Ну, это свои технологии, это надо каждую перемять. Это как, например, хозяйка делает пирог. Можно ее слепить красиво, но есть не охота его. Был случай такой с саблей старинную, здесь нашли в Верхнеральском районе. И кто-то хотел сделать себе что-то режещее. Говорит, буду капушину ковать, скотину резать. Принесли вот такой кусочек. Вот я его начал ковать, он звенит. Я его нагрел так, он начинает звенеть еще в горячем состоянии. Пока я приловщился к нему, как его сделать, я измучился весь. А суть-то надо было, он будет потом капусту шинковать. Но меня просто заинтересовало. Да, я считаю, день убил, пока с ней провозился, сделал. Человек принес, поставил, начал. Главное, интерес, чтобы был, если ты хочешь чего-то дойти. Появился интерес, попробовать, понять его. У вас интерес есть узнать тайну Булата? Или вы ее знаете? Ну, как знаем, пробовали ее по-разному делать. ПО08. Продолжение следует...